Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре фидерная серия от бренда Maximus Agent X. Серия достаточно большая, насчитывает в себе много фидеров, а там, насколько я помню, 11 штук, по тестам от 10 до 150 грамм и по длине от 270 до 390 сантиметров. Бренд, как известно, корейский, по качеству претензий больших, скажем так, к ним нет. Интерцептор мне зашел, можно сказать, в серии, да? Вот сейчас я вам расскажу про Agent X. Значит, давайте, наверное, по углю. Уголечек бюджетный, называется он IMF, аббревиатура такая есть на бланке. Суть его, в общем-то, в долговечности и в надежности, не настолько в малом весе, конечно, поэтому не стоит забывать, что серия бюджетная, серия недорогая, поэтому максимальный универсализм и, в общем-то, минимальная цена и, главное, надежность. Поэтому, кто вот приверженец, скажем так, такого, таких парадигм, выбирает, в общем-то, серию Agent X. Значит, по кольцам, кольца SIG. Кольца одинаковые стоят на бланках, я имею в виду одинаковые и в плане моделей, и в плане размеров. То есть, здесь считается полторашка, то есть, 1,5, ну, с 15, 15 миллиметров, полтора сантиметра внутренний диаметр, но за счет вот этой вот керамической большой сарки он немножко поменьше. Значит, дальше по держателю. Недорогой держатель, но вполне себе надежный, то есть, можете не переживать за вот такой вот держатель. Я вот проверяю здесь, нету защиты, скажем так, между бланком и держателем. Здесь есть щелочка, ну, часто ее закрывают. Тут два варианта. Она может быть либо закрыта, если держак посажен там на какие-то дополнительные материалы, то есть, туда могут быть и картон доложен, да, для того, чтобы совместить диаметры, ну, чтобы он плотно сел. А есть еще пропитки специальные, которые можно смочить этот картон, и для этих целей не нужно закрывать эту щель. А если там просто картон, фактически бумага, тогда эту щель желательно закрыть, потому что туда попадает влага, и, соответственно, начинает разбухать эта бумага, картон, да, и рано или поздно у вас будет, ну, либо как минимум неприятный запах, а как максимум у вас пойдут под лак трещинки такие, под лаком, да, то есть, именно вспучивание такое. Ну, и, соответственно, сам, так, чтобы отвалился держак, такого вряд ли будет, но, тем не менее, со временем клей может высохнуть действительно. Поэтому, скажем так, далее, по поводу форогриппа и самого неопрена, вполне себе надежные вещи, то есть, мелко-пористый материал, неплохо, в общем-то, подогнан, есть мелкие дефекты, но, в общем-то, как и у завода NS корейского, так и, в общем-то, и у, наверное, всех корейских брендов они этим грешат, чтобы Black Hole был и так далее, то есть, ну, самое главное, что здесь нет явных косяков, которые, в общем-то, могут привести к поломке воздушных каверн в припрыге, там, разных диаметров, диаметров стенок колен и тому подобное. То есть, здесь вот я вот взял этот фидорочек в руки и вижу, что здесь немножко клей выступает на держатель, ну, ничего страшного, на это на полет не влияет, да, но, тем не менее, это все-таки нужно понимать, что это производство нювелирки, да, и фидор стоит не 20 тысяч рублей, не 40 тысяч, да, а 4 тысячи рублей, в общем-то. Значит, дальше идет неопрен, качественный, еще раз повторюсь, неопрен, дальше идет пробочка, то есть, это обои, обои тоже такого, ну, не сверх качества, но и не дешевые, те, которые у вас развалятся через два месяца. То есть, достаточно прочные обои, которые прослужат долго. Единственное, не забывайте обязательно снять полиэтилен, то есть, кто считает, что полиэтиленом оставляют полиэтилен на ручке и думает, что этим он предотвратит, там, да, износ ее, это он глубоко заблуждается. Туда конденсат скапливается, и на этом пробка ваша заканчивается очень быстро. Значит, дальше идет уже неопреновое окончание рукояти и, соответственно, торцевая пластиковая пробочка, которая защищает торец рукояти. Кольца, повторюсь, сик, как я сказал, с керамическими вставками, простенькие кольца, но при этом надежные. То есть, так, скажем так, это серия без явных просчетов, косяков каких-то, да, которые, вот, ну, бывает, что там явные какие-то браки, явные слабые места, тем не менее, такие рабочие лошадки, универсальные на все случаи жизни, которые, в общем-то, не претендуют на какую-то там сверхлегкость, сверххороший баланс и тому подобное, но, тем не менее, отрабатывают свои, в общем-то, деньги. Значит, по вершинкам все фидера абсолютно комплектуются тремя вершинками, плюс этих вершинок в том, что они снабжены противозахлестными тюльпанами, которые предотвратят у вас захлест за плетни или лески за тюльпан и поломку вершинки. Диаметры колец на вершинке позволяют проходить туда шок-лидеру и узлу шок-лидера. Я навязываю всегда шок-лидер для тестов вот такого плана фидеров 0.13 плетня и 0.30, 0.3, то есть монолеска, и правильным узлом вяжите, и будет у вас все замечательно пролетать, и никто никогда там ничего не чиркнет и не зацепится. Если кто не знает, как правильно вязать шок-лидер моно к плетне, пожалуйста, посмотрите в разделе «Обзоры и советы» на сайте Multifish, на моем сайте, там подробно указано, как его вязать, вплоть до каждого движения, что там как продевать. Значит, давайте, наверное, сразу уже приступать к измерениям. Значит, как я сказал, кольца диаметра не мерю, они одинаковые. Будем считать 15 миллиметров. Значит, у меня в руках фидерочек с тестом 150 грамм и длиной 3 метра. Диаметр бланка 13, диаметр ручки 24. Измеряем длину рукояти. Я мерю от нижнего края катушка держателя 45, и расстояние от кольца до центра держателя 42 метра. Ну, кто не знает, эти показатели, в общем-то, люди просят для понимания, какую катушку установить, как вариант. Значит, далее. Какого размера я имею в виду катушку? Значит, далее три вершинки. 120 и 90 стекло, 150 карбон. Тубуса удобные. Три вершинки как раз замечательно туда помещаются. Значит, следующая моделька у нас 300-120, то есть 3 метра Т-120. Кстати, здесь тоже такие небольшие косячки есть по поводу клея. Значит, расстояние от... До центра держателя точность такой же 40. Рукоять точно такая же 44-44,5. Значит, я вам сразу... Значит, следующий... Да, вершинки. Три вершинки в комплекте. 90 стекло, 60 стекло, 120 уголь. Диаметр бланка точно такой же, как у предыдущего. Следующая модель 330-120 тест. Колечко такой же, диаметр бланка такой же, 13. Но рукоятки точно так же тоже самое. По длине рукояти, опять же, точность такой же, точно такая же длина. Меряем с нижнего края катушкой держателя и получаем 45. Значит, 44,5, если быть точными. Значит, следующий тест у нас... А, по-моему, я про вершинки забыл сказать. Значит, три вершинки. 90 стекло, 120 стекло, 150 карбон. Следующий 330 тест. 90. Соответственно, все то же самое. Все то же расположение абсолютно. Три вершинки в комплекте, два стекла, 90, 60 и 120, соответственно, как и там уголечек. И последний фидерочек здесь, пока я снова его не разложил. Это 330 до 150. Опять же, все то же самое по размерам рукояти, толщины комля, диаметром и все остальное. И кольцам, и, в общем, по вершинкам. 60-30 у нас стекло. И, как бы, угадаю, 90 это карбон, естественно. Значит, раскладываем следующие. Друзья, продолжаем. Разложил новую партию. Значит, по колечкам, опять же, практически все то же самое. Там один есть нюансик, у одного фидера колечко поменьше. И по диаметру бланка меряем у нас 390-120. Такое, один из самых ходовых фидерочков. Значит, 14 у нас диаметр бланка. Расстояние от кольца до центра держателя 58. И от нижней части катушка держателя 44,5-45 рукоятка. Ну, там с пробочкой будет 45. По вершинкам. 90 стекло, 60 стекло и 120 карбон. Следующий. 360-120. Так, полный аналог по всем критериям предыдущего. По вершинкам. 60-90 стекло и 120 карбон. Следующий. 300 до 90. Здесь у нас тоже колечко. Пятнашко, да. И расстояние от кольца до центра держателя 42. И от нижней части держателя точность также 44,5 рукоять. Вершинок также 3. 60-30 стекло, 90 карбон. Следующий. У нас 150 ТС, 390 длина. Расстояние от колечка до центра держателя 58. И рукоять 44,5. Точность такая же. А, диаметр бланка еще, потому что здесь тест побольше, он уже другой. Значит, диаметр бланка 15. Так, на всякий случай диаметр бланка вроде бы не мерил у предыдущего. 13. Так, следующий. Вот это вот такой лайтик. У нас 270 до 60. Значит, диаметр колечка здесь еще меньше. И составляет ровно 1 сантиметр, либо 10 миллиметров. 12 диаметр бланка и рукояти 25. Значит, расстояние от колечка до центра держателя 57. И рукоять точность такая же, 44,5. Вершинки 3 в комплекте. Стекло 30 и 10. И 60 у нас карбон. Здесь я, наверное, за кадр вылезаю, не знаю. Значит, и последняя палочка у нас до 150. 360 длина. Значит, по 15 кольцо. Расстояние до центра держателя 54 от колечка нижнего. Рукоять точность такая же, 44,5. Диаметр бланка 15. И диаметр ручки, как у предыдущего. Значит, по вершинкам. 120-90 это стекло. И 150 это карбон. Так, господа, что хочу сказать, что по поводу запчастей и по поводу подделок. Насчет этих фидеров не скажу, по поводу подделок не видел. Ну, я просто, мы скажем так, не так плотно я их знаю, чтобы отслеживать. Ну, какие-то другими фирмами, которыми мы занимаемся плотно и давно и долго. В общем-то, случаются подделки в плане, часто продавцы, допустим, вытаскивают из комплекта колено и продают кому-то, кто и кому нужно. А потом подбирают это колено из других каких-то там остатков, фидеров, ломаных, еще что-то цельное это колено и вставляют. То есть, такие случаи часто бывают. Поэтому, на всякий случай, я вас предупрежу, покупайте, пожалуйста, все-таки в проверенных магазинах. Мы являемся официальным магазином моддилера компании Maximus, да, у кого мы берем эти фидера. Поэтому мы даем даже от своего магазина бессрочную гарантию на заводской брак. Раз, при покупке удилища у нас вы получаете. И второе, вы получаете фактически каско. Это, а именно, кто об этом еще не знает, это при подписке на 3 социальные сети YouTube, Telegram, ВКонтакте. И при покупке у нас удилища в магазине, не только я имею в виду Maximus, остальных других фирм-производителей, которые представлены в магазине тоже. В период действия акции вы имеете право заявить и получить до двух запчастей в год совершенно бесплатно. То есть, такие акции мы уже два года проводим. Major Craft, Diva, Lucky John, Fider Concept, Salma. То есть, огромное количество все это есть в истории. Можете посмотреть в разделе новости на сайте Multifish. Можете посмотреть и на YouTube-канале. Также мы выкладываем отзывы людей, которые воспользовались и, в общем-то, благодарят нас. Поэтому не забывайте вот этот момент, пожалуйста, подписывайтесь, покупайте в Multifish. И вы будете обеспечены не только запчастями, но пока мы проводим такие акции. Но как минимум даже потом вы будете обеспечены и подстраховкой на брак заводской. И, соответственно, качественные удилища вам тоже гарантированы. Значит, давайте раскладываем и смотрим строй. Разложили мы с Константином Михайловичем наши фидорочки. Приступим без долгих слов. Значит, у меня в руках 120 грамм ТЭС, 390 длина. Показываю вам на белом фоне нашей двери. Карту колец, расположение. Ну и в целом вот такая палочка. Беру ее в одну руку. И вот такие вот потрясушки делаю. Средний строй это у нас. То есть, бросковая палка. Течение держит. Строй не быстрый, заметьте, именно средний. Давайте нагружаем. Вот такая работа бланка. Смотрите. То есть, он действительно посылистый. И палка действительно очень хорошо посылает. Посылает, я имею ввиду, что далеко бросает, конечно же. Значит, по поводу перегрузов и так далее. Поступают вопросы сразу же. Здесь тест указан 120. То есть, она начинает работать от 42 плюс корм. И заканчивает работать как раз на где-то 100 с копеечками. То есть, 110-100 грамм кормушка среднего объема. Я все говорю про кормушки среднего объема. Здесь уже она по полной программе включается. Поэтому, если вы туда ставите, допустим, 140 грамм плюс корм, то она у вас уже будет проваливаться. Она так вот не бросит, как надо. Значит, следующая палка 150-390. Такая самая востребованная палочка для рек. Для водохранилищ. Ну, в общем-то, рек даже больше со средним течением. Но в водохранилищах ловят такие больше любители, которые с донок сошли, да? И чтобы посмотреть, что такое фидер. Значит, по поводу теста, в принципе, то же самое. Здесь мы поднимаемся только до 120 кормушка. Чистый вес кормушки в свинца и плюс корм, да? Он замечательно бросает. А вот оптимальный вариант для него по весу – это 70 грамм-120. Это вот и он полностью раскрывается. Нагружаем. Видите, точность такой же строй средний. То есть, небольшая даже нагрузка, и бланк уже включается полностью. Это большой плюс для того, что, в общем-то, это фидер бросковый. Как фидера с быстрым строем, его не надо постоянно продавливать. Значит, дальше у нас такой лайтик идет, 270 до 60 с тестом. Показываю. Приятная палочка. Она хорошо очень лежит в руках. Но, с моей точки зрения, здесь один есть недостаток. Ну, то есть, производитель, видимо, не стал заморачиваться с одной моделью, и укорачивать рукоять. Потому что, вот смотрите, я беру... У меня в средние руки, и у меня еще за локоть выходит огромная ручка, огромной длины. То есть, если это пикерочек, то, в общем-то, лучше все-таки, наверное, ручку укоротить. Она просто сзади мне лично мешается. Может быть, потому что, ну, длинные ручки, они нужны для того, чтобы был хват двумя руками, и был дальний заброс. Да, вы хорошо прогрузили фидер и так далее. Но, какой дальний заброс на фидере 270-60 грамм? Но, тем не менее, вот что имеем, то и вей. Значит, вот давайте нагружаем наш пикерочек. То же самое. Недорогой уголечек построю, где надежный, хороший. То есть, смотрите, держит. Ну, и, в принципе, вот неплохо он в руках-то лежит. Значит, следующая моделька. До 150-360. Бросаем. Здесь строй за счет длины, кажется, палочка пожестче, но, на самом деле, строй в точность такой же. Нагружаем. Видите, вот здесь, в этой палочке, мне не очень нравится провал. Вот есть от вершинки. Смотрите, второе и третье кольцо. Посмотрите, видите, такой горбик есть. То есть, скажем так, когда я им бросал этот горбик, я понимаю, на чем он скажет сразу, и, в общем-то, он на этом и сказался. То есть, на чем сказался. Палочка, она бросает, примерно начинает работать от 70 грамм, то есть, 70-90 она бросает. Потом где-то 110-120 у нее, ей приходится, скажем так, очень мягким, плавным броском забрасывает, для того, чтобы не было срыва, так называемого, когда палка просто проваливается в каком-то месте. И вот дальше уже на следующем тесте, там 140-130 вы камушка довешаете, и 150 тоже, она уже включается нижней третьей, серединой, да, предкомливой частью, и здесь она уже замечательно загружается и очень хорошо выстреливает. Поэтому просто имейте в виду, если вы ловите на реках, у вас кормушки там 120 грамм, грубо говоря, 100 грамм, это вот для вас, и никаких проблем у вас не будет с ним. Значит, следующая моделька 120 грамм, 360, то же самое в плане строя, приятная палка, сразу могу сказать, то есть, никаких вопросов к ней нет, нагружаем. Смотрите, здесь уже, посмотрите, видите, вот где второе, третье кольцо от вершинки, как там было и как здесь, никаких здесь бугров нету, смотрите, вот я в разных плоскостях вам показываю, чтобы было хорошо видно. То есть, это палочка и на моих тестах, на воде, когда я грузики метал за горизонт, то есть, она хорошо очень загружается, то есть, палка приятная. Если вам подходит, смело берите и, в общем-то, не пожалеете. Так, 330, 120 тест, тоже приятная палочка, хорошо лежит так в руках, я забыл, сказал вам, не сказал, но я поставил на все фидера средние вершинки из комплекта, так что имейте в виду, на каждый фидер. Значит, по тесту, в руках приятная, 120 тест ее, то есть, действительно, с 90-70 грамм кормушки, да, чистого веса, плюс, ну, 100 грамм кормушка, прекрасно. Дальше уже, когда вы вешиваете, допустим, 120 вес свинца, да, или 110 даже, то далеко здесь она уже не бросит, ну, как далеко, то есть, у вас примерно 25-35 метров она бросает. Если вы ловите его с такими весами за 35, даже, ну, да, за 32-35, все, вы уже, она уже провалится. Поэтому имейте это в виду, лучше фидер предыдущий взять, 360-й. Нагружаем. Все отлично в плане стройники, горбов нет, видите, все хорошо работает. То есть, он полностью включается. Значит, следующий 150 тест трешка. Все то же самое, палка по ощущениям быстренькая, но за счет жесткости средней части, когда мы ее нагружаем, мы видим, что, в общем-то, тест, ну, точнее, строй, такой же, как и у всех. Видите? Хорошо работает палка, но насчет тестов, сразу скажу, то же самое. То есть, используйте ее, пожалуйста, с большими тестами, то есть, чтобы вы ловили ей, в общем-то, 120, наверное, 100-120, 140 кормушки. Вот она хорошо бросает. 90 она тоже бросит, но будет такой небольшой срывчик, для того, вот при таком срыве часто захлест. То есть, я что хочу, что объяснить хочу. Когда мягкая верхняя часть, вершинка и второе колено, а дальше идет жесткая и упругая, то у вас может получаться такой вот эффект, что верхняя часть в момент броска, она отпружинивает и начинает возвратно-поступательное движение делать в момент, когда кормушка уже летит, да, на жестком бланке, на жесткой середине. Не получается она своими такими вот амплитудными колебаниями, вершинка, да, за счет именно верхней части, она набрасывает на тюльпан леску. И, соответственно, вы получаете переклест. То есть, она улетает, а потом вы буквально через там секунду-две получаете захлест. Если это так, у вас происходит даже на других фидерах, меняйте технику заброса. Это поможет. Значит, следующая моделька 300 до 120. Давайте нагружаем. Так. Ну, то же самое, в общем-то. Тоже быстро, такого, среднего строя. Упругая палочка. По весу, ну, по тесту, точнее, 6, 60, 120, да, это соответствует. И, в принципе, ее точность также на больших весах надо продавливать. Значит, следующая 30-90-330. Приятная в руке. Приятная лежит она. У нее хорошая, кстати говоря, очень достаточно хороший балансик такой приятный. Посыристая такая палка. Очень. Ну, чуть покороче ручку лично для меня. Вот, смотрите, я вот, вот мне, например, удобно так брать, да, и так бросать. Вот я, не знаю, как вам покажу на камеру. Нет, вот в таком виде. Но мне надо выше сюда переставить руку, тогда у меня остается вот такое огромное расстояние. Ну, лично мне это не очень удобно, то есть, хотя фидер 330-3090. То есть, на всю серию ставить одинаковые рукояти, ну, наверное, не очень правильно, поэтому все-таки надо, я бы ее переделал, честно говоря, и, в общем-то, народ бы полюбил. то есть, оценил бы, да, и начал покупать приятные палочки. Значит, по посылистости то же самое. Здесь 30 тест, и она соответствует абсолютно, то есть, действительно, 28 грамм, кормушка, вы берете, забрасываете, она работает, да, нагружаем. Ну, и соответственно, 70 грамм, то есть, дальше уже не надо. 70 грамм плюс корм. Построю то же самое. Так, следующая, предпоследняя моделька, 150-330. Ну, то же самое. Нагружаем. Вот, я даже упираюсь, смотрю, упираться, чтобы не надо. Здесь какой момент? Здесь написано, 33-150. Вот здесь есть, тоже, скажем так, у меня вопрос к этой палке по дальности заброса только. То есть, если, сразу вам скажу, если вы хотите ей бросать и далеко, и близко, грубо говоря, давайте чуть-чуть меняйте и возьмите другой вариант. Если вы хотите бросать близко, то это ваш. Значит, и следующий, следующая палка, 30-60-3, тоже приятно лежит в руке. Вот, вот здесь она требует обязательно не маятниковый заброс. То есть, забудьте про маятниковый заброс вот этой палочки. Иначе будут отстрелы. Нагружаем. Вот такой строй. Да, посыристая палка. Ну, как и, в общем-то, универсально вся серия. Друзья мои, посмотрели. Каждый сделает для себя выводы. Я думаю, в общем-то, насколько это было возможно осветить эту серию в условиях магазина, построю. Ну, в общем-то, ну, практически полностью можно представить как минимум общее представление, общую картину, да. Ну, а я вам немного подсказал, как по забросу, да, с какими весами, кормушками работает, потому что на улице дождь, выезжать на весь день, бросать по несколько раз, это огромный ролик, получается, да, и по статистике люди не любят смотреть очень долгие ролики. Поэтому здесь, в общем-то, ну, скажем так, без ложной скромности с моим опытом я вам могу практически на 99,9 гарантировать то, что, то, что я здесь говорю в своих роликах, то и соответствует действительности. Вы не разочаруетесь именно на воде, когда возьмете этот фидер. Значит, по чехлу. Простенький чехол, но при этом качественно сшито и достаточно надежный. Синтетического материала, не впитывающие запахи, не мокнущий, с отдельными разделениями, простроченными на каждое колено и, соответственно, вот такой отделеницу у нас здесь под тубос, под вершинки. Завязочка сверху и, в общем-то, ближе к середине. Прошу вас подписываться на социальные сети магазина Мультифиш. Покупайте у нас, получайте бесплатно запасные части, получайте гарантию на заводской брак на весь срок службы удилища. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok